Хейлоу народ, с вами Кэкс Девинтер и сегодня я хотела поведать вам о мифах и легендах Роблокса, которых за 14 лет существования этой игры, поверьте мне, появилось очень много. Что ж, присаживайтесь поудобнее, не забывайте поставить лайк и подписаться, если понравится видос, но мы начнем. И начнем мы с такого мифа, как Нолли, также известный как Повелитель Пустоты. Он изображается по-разному, но чаще он выглядит будто черная, как смола фигура в маске Трагедия и Звезда Пустоты. На платформе Роблокс Нолли, как известно, обладал многими способностями, которые не нравились игрокам в его время, из-за чего модераторы Роблокса забанили его. Однако, со временем появилось много альтернативных аккаунтов, принадлежащих Нолли, которые также были заблокированы. Когда к модераторам Роблокса обращаются с вопросами о Нолли, они избегают темы и отрицают любые доказательства о Нолли. Большая часть его истории до сих пор неизвестна. После того, как ивент Таинственный Объект закончился в Роблоксе, Звезда Бездны была представлена публике, если что, это такой предмет. Нолли получил первую Звезду Бездны и, как сообщается, вскоре после этого начал вести себя странно. Он начал делать странные вещи. Все, на чем он стоял, излучало странную ауру. Он развращал просто все, на чем стоял. Он также закрывал игры, взламывал учетные записи и также он мог даже редактировать сайт. Но, конечно же, это все слухи. Кстати говоря, ребят, пишите в комментарии, что вы думаете насчет таких мифов. Настоящие они или же это просто выдумки. Но, кстати, хочу подметить, что аккаунт Нолли действительно существовал в Роблоксе и от него была какая-то странная активность. Что ж, переходим к следующему мифу. Хэнгмен или же Палач. Это сложный искусственный интеллект. Палач был известен тем, что предсказывал многие события в Роблоксе. Палач это чрезвычайно сложный искусственный интеллект, открытый 11 января 2011 года. Искусственный интеллект сумел предсказать многие события в Роблоксе, такие как взлом в 2012 году и даже смерть Эрика Касселя. И все можно было узнать в его игре под названием Хэнгмен. К сожалению, создатель Хэнгмена умер по неизвестной причине. Палач продолжил работать в игре целый год. Охотники за мифами решили еще раз посетить место, где находился Палач после смерти создателя. Как ни странно, в игре всегда был запущен сервер с искусственным интеллектом. Вот такой вот миф, если честно, я даже не знаю, правда это или нет, но на самом деле звучит как правда. И для меня был шок, что он смог предсказать даже смерть Эрика Кассела. Ну что же, давайте переходить уже к следующей легенде или же мифу Роблокса. Ну а теперь, наверное, самый классический миф, который существует в Роблоксе и думаю, который знают абсолютно все. Джон Доу и Джейн Доу. Это миф, связанный с двумя аккаунтами. Один по имени Джон Доу, а другой по имени Джейн Доу. Которые вышли в офлайн одновременно. Некоторое время считалось, что они вернутся, чтобы взломать сайт. Также считалось, что если кто-то расследовал их исчезновение, они получали сообщение с надписью Стоп. Если они не перестанут, их учетная запись будет удалена. 6 марта 2006 года учетные записи Джона Доу и Джейн Доу загадочным образом отключились. В один и тот же день и время. Они отключились примерно на 11 лет. Это вызывало множество слухов и предположений. Но самым популярным было то, что они вернутся 18 марта, чтобы взломать весь сайт. Это вызывало много страха. И 18 марта 2017 года, как многие предсказывали, весь сайт испытывал проблемы. Однако проблемы вызывали не Джейн Доу и не Джейн Доу, а команда модераторов Роблокс. Это была шутка на 1 апреля. 21 марта 2017 года появились модераторы Роблокс, которые признали, что Джон Доу и Джейн Доу были созданы в качестве тестовых учетных записей, что положило конец о мифу о Джоне Доу и Джейн Доу. Считалось, что это самый старый из известных мифов о Роблоксе. Ну что ж, ребята, а на этом у нас уже все. Если вы хотите, чтобы я продолжал снимать видео про легенды и мифы в Роблоксе, то все, что вам нужно, это поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы я понял, что вам нравится данная рубрика. Ну а с вами был Костя Винтер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока, пока.